Лабытнанцы вновь подтвердили свою готовность к труду и обороне. В субботу любители физической активности сдавали комплекс по бегу на лыжах на футбольном стадионе. Пройти первое испытание отважились 14 участников 6 по 11 ступень. Женщинам предстояло преодолеть дистанцию в 2 километра. Мужчины бежали 5. Репортаж Светланы Кель. Первоапрельский день на лыжи встали не профессионалы и не воспитанники из дюшор, а те, кто этим зимним спортом занимался еще в детстве. Но сейчас вынужден вспомнить навыки, ведь лыжи – обязательное испытание в комплексе ГТО. У каждой возрастной ступени, а их 6, свои нормативы. Валерий Гаврилин – самый взрослый участник, 63 года. Его программа максимум 3 километра за 31 минуту. И в этот норматив он уложился. Не как испытания для себя. Я уже давно на лыжи не вставал. Просто нужно, чтобы себе и внучка знала, что дедуля не сдается. Лыжный забег в 10 кругов Валерию Александровичу дался нелегко. Что говорить про великовозрастного спортсмена, когда 5-километровую дистанцию уже на последних силах преодолевал профессионал лыжного спорта. Результат в почти 20 минут обеспечил Евгения Беляева, тренер из дюшор имени Татьяны Ахатовой, сдача норматива на золотой значок. Сложно в каком плане? То, что находится на равнинном участке, открытое пространство, ветер продувает, поэтому тяжело очень бежать. И рыхлая сама по всей трассе, бывает местами и палочки проваливаются, не сильно хорошо укатаны. Елена Работнёва – одна из пяти женщин, участвующих в испытаниях. К лыжному забегу подошла ответственно. За несколько дней до старта, призналась она, усиленно тренировалась. Возможно, именно поэтому дистанция в два километра покорилась ей с лёгкостью и за рекордно короткое время. Чуть больше 13 минут при нормативе в 18. Лыжи стали четвёртым испытанием, которое Елена прошла на золотой знак отличия. Присоединение к всероссийскому движению ГТО – это, наверное, прежде всего соревнования с самим собой. Ты соревнуешься не с кем-то, а я вот соревнуюсь по принципу, не лучше кого-то быть, а лучше быть самой себя вчерашней. Второй номер, финиш. Давай, давай! Финиш! А ему один круг осталось, да? Да. Надо поддержать, Криво. 40-15. Заместитель главы администрации города Алексей Щелконогов занятию спортом посвящает большую часть своего свободного времени. Силовые нагрузки ему даются лучше, чем пробежка на лыжах. А потому, выходя на линию старта, Алексей Анатольевич ставил перед собой цель – в первую очередь поддержать участников гонок и просто хорошо провести субботний день, а уже затем выполнить норматив. Трасса доволен. Сдачей тоже доволен. Впечатления хорошие. Выходные начались здорово. Тем более, мы сегодня знаем, сегодня хороший день. День смеха. Почему бы не посмеяться, не попробовать себя. Но, думаю, мы себя в других нормативах ГТО очень хорошо покажем. Там еще будут всякие плавания, прыжки. Я думаю, и подтягивания не за горами. К сожалению, похвастаться хорошими результатами в этот день смогли не все. Из 14 участников нормативы выполнили лишь 8 человек, 4 из них – женщины. Для тех же, кто желает улучшить свой результат, будет назначена пересдача.